Полезный город После того, как государственная жилищная инспекция принимает решение о внесении изменений в реестр лицензии на основании заявлений управляющей компании, как правило, управляющая компания принимает дом с первого числа месяца, следующего за вынесением решения. То есть, предположим, если в феврале есть решение, то в марте уже принимается. Да, то дом переходит с 1 марта. Соответственно, новая управляющая компания обязана приступить к своим обязанностям в полном объеме уже с 1 марта. Первое, что делаем, это необходимо произвести полный осмотр дома, инженерных коммуникаций, состояние конструктива дома, определиться с первоочередной задачей. У нас в основном совет дома наделен полномочиями через решение общего собрания принимать решение об работах, которые первоочередные нужно выполнить. Естественно, что в первую очередь это нужно наладить так работу дома, чтобы при каких-то, допустим, случаях возникновения аварийных ситуаций не весь дом страдал, а, допустим, один стояк, и то это было быстрее. То есть, точечно, чтобы решалась проблема. Ну и, конечно, обязательно это заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями. Договор уже заключен в основном, только единственное, что нужно внести изменения в части включения нового дома в обслуживающие организации по обслуживанию газового хозяйства, вентоканалов, если дом газифицированный. Это обслуживание лифтового хозяйства, а также с аварийной службой мы заключаем договор и со всеми ресурсоснабжающими организациями по внесению изменений в договор действующий. Судя по опыту вашей работы, что в первую очередь на новом доме, какие проблемы приходится решать? В первую очередь, те дома, которые у нас, нам приходится вопрос решать с инженеркой, с тепловыми узлами в подвалах. То есть непосредственно состояние коммуникации в подвале дома для того, чтобы дом функционировал. Ну и потом уже по заявкам граждан. Все зависит от дома, зависит от состояния. От возраста дома. От возраста дома. Ну, в принципе, у нас дома одного примерно возраста. То есть это 86-й, 87-й, есть 58-й, 73-й год. Ну, где ни разу не проводился капитальный ремонт инженерных сетей. Напомню, что мы беседуем с Татьяной Пушкаревой, руководителем управляющей компании «Территория комфорта». И еще раз повторим, как с вами связаться. С нами связаться можно непосредственно, придя к нам в офис по адресу труда 80А, помещение 1002. Позвонив к нам по телефону 43-72-72, все контакты у нас указаны в ГИС ЖКХ, на сайте управляющей компании и в группе ВКонтакте. Спасибо, всего доброго. До свидания. Полезный город